Доброго времени суток, друзья, на связи Кузнецов Дмитрий. Хочу представить вашему вниманию очередную, уже многотысячную попытку очередного Каловского агентства, причем, по-моему, это Кредит Экспресс Финанс, уже вторую или третью попытку делает после определенных перерывов. Я не знаю, что там ими двигает, и как у них устроено все это программное обеспечение. Ну, в общем, короче, бедняги, вот эти работники, и так по жизни никчемные, еще пытающиеся самовутвердиться, получают тот результат, который они заслуживают. Вот, пожалуйста, послушаем, как очередной хмырь, который действительно даже с дикцией своей разобраться не может, пытается разобраться в своей жизни за счет кого-то. Поехали! Это всем. Алло. Алло, добрый день, вы с ограниченными ответами. Это, где-то, как в Протементе, город Москва. Повторите, пожалуйста, я могу я услышать, Клубницкого Дмитрия Евгеньевича? Не знаю. Можете, не можете. Что у вас с ушами? Диагноз какой? Все, вы не спрашиваете. Такие вещи. Нижний доктор. Можете вы слышать, не можете. Сформулируйте вопрос, попробую ответить. Клубницкого Дмитрия Евгеньевича, вам знаком? Да. Вы добрые. Представь, пожалуйста, как можно обращаться? Меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич, не знаю, что я просто иду. Говорите нормально, медленно, не торопитесь никуда. Ни одного слова не разберу. Это вам с ограниченной ответственностью, кредит, экспресс финанс, город Москва. То, что у вас с ограниченной ответственностью, это всем известно. Точнее, отсутствие общества с отсутствующей ответственностью. Дальше. Дмитрий Евгеньевич, вам поступило вопрос по поводу вашей финансовой задумки публично акционирования. Не торопись, не торопись, говори нормально. Куда ты торопишься? Дмитрий Евгеньевич, я вам с вами напитришли. Дмитрий Евгеньевич, я вам с вами напитришли. Давай. Вы не давно с вами напитришли. Вам поступил звонок по поводу вашей задумки. Банков финансовой задумки. Чё нам поступил? Звонок? Звонок? Я не решила вопрос по финансовой задумке. Чё поступило, я не понял вам от открытия. Я повторяю. Вам сейчас поступил звонок по поводу вашей финансовой задумки. А, мне поступил? Уточительным, пожалуйста. Ну а кому? А, ну я думал, вам чё-то там поступило. Вы намерены проводить оплату? Дело в том, что ты говоришь, как этот самый, как будто в рот сопли набрал. Тебя разбирать, это целый фокус. Понимаешь? А потом ты возмущаешься, начинаешь голос повышать, потому что тебя не понимает собеседник. Тебя на работу на эту приняли... Вы намерены вопрос своей финансовой задумки или нет? Нет, не намерен. Уточните, пожалуйста, причину. Отсутствие желания. То есть вы намерены не будете проводить оплату, да? Блядь, опять ты про... Это самое... Я с тобой давай так же буду разговаривать. Я не... Ну ты чё, чувак? Вы чё нервничаете? Я не нервничаю. Я не нервничаю. Я смотрю смаз по телевизору. Отсутствие желания. Ты ещё и глухой, блядь. Скажите, пожалуйста, вы также проживаете город Санкт-Петербург, улица... Добрый день. Вот дебилы. Нет, 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 нет. Давно уже там не проживаю. В банке давным-давно информация известна. А то и доказывает, что... У нас информация там... Давно пустер на вашу информацию. Потому что общество с отсутствующей ответственностью. Кредит экспресс-финанс. Слушай, чувак, у меня вот к тебе... У меня знакомый, ну, полковник... Мы давно перешли. Да, перешли вот недавно. А полковник в полиции работает... Он мне показал вчера, буквально вчера, уже в Санкт-Петербурге, три эпизода, а в Москве восемь, как коллекторам в морду, ну, эту, плещут теслотом. А ты послушай, задумайся. Нет, это очень важно для тебя. Да-да-да, вот они говорят по поводу финансовой задолженности людей. И уже три заявления, понимаешь? Ты дурак, что ли? Ты задумайся, что тебе говорят. Потому что я плевать хотел и на вас, и на банк. А теперь послушай. Вот коллекторы и будут мозги людям. На тебя все равно непонятно. Непонятно, что ты говоришь. Поэтому воспользуйся случаем. Так тебя слушать нереально. Я уже понял, что с тобой разговаривать бесполезно. Чего ты там замолчал? А вот в этот раз я немного нестандартно прокомментирую данный ролик. Я обращусь в первую очередь к господам коллекторам, банкирам, взыскателям и к тем, кто подумывает присоединиться к ним, в их ряды вступить. Итак, то, что этот идиот мне не дал сказать четко и конкретно, а именно, когда я сказал, что один из знакомых полковников полиции мне в эксклюзивном формате передал кое-какую информацию о имеющихся заявлениях, я сейчас, собственно говоря, без помех вам озвучу, господа коллекторы. Итак, совершенно объективно. Это, конечно, не выносится на общее обозрение, потому что по этим делам еще только-только начались расследования. Итак, в Москве 8 эпизодов, в 5 и 3 конкретно выплеснули, выследили коллекторов, выследили вот этих вот звонарей. Ну, то есть, там не выяснялось, как мне объяснили, кто конкретно кому звонил, просто каким-то образом пошла облава. Вылавливают, выслеживают коллекторов, чмурей, которые работают в коллекторских агентствах, и кто-то, ну, целая группа работает. Сначала что делают? Сначала, в буквальном смысле, плескают стакан воды в лицо, после чего сообщают этому испугавшемуся, что если мне не перестанут звонить, следующий, что хочешь, что и делай, но следующий стакан будет с кислотой. К проводу уже там с десяток или если не больше заявлений, да? А вот с кислотой конкретно 3 по Питеру и 8 по Москве. Вот и делайте выводы, господа умники, желающие самоутвердиться. Может быть, есть смысл башкой начать думать, потому что потом на протяжении всей жизни вас уже вообще никуда никто не возьмет, и психика ваша очень сильно пострадает в связи с этим событием. Я даже думаю, в связи с вылитым стаканом воды в вашу морду гнилую, наверняка вы уже будете задумываться, ну, зачем доводить до такой ситуации. Итак, информация при желании проверяемая, ну, если у кого-то есть какие-то выходы на полицию, ну, так или иначе, задумайтесь. Ну, а теперь к нормальным людям я обращусь. Ребят, вот такая ситуация с коллекторами, то есть это бесполезные существа, более того, еще и совершенно спокойно с ними можно бороться вот такими радикальными методами. Я сейчас не защищаю тех людей, кто делает вот такие вещи, может быть, это сурово, хотя, с другой стороны, я думаю, в комментариях мне напишут нечто такое, что вот, что сами коллекторы выбрали такую манеру общения с ними, и что, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Пускай это не революция, но что-то начинает происходить, что-то сдвигаться, может быть, и благодаря моему и подобному моим каналам. Кстати говоря, всем привет, кто подобную деятельность на YouTube ведет. Очень рад всегда видеть вас, собственно говоря, на просторах YouTube. Понятно, дело мне очень приятно, что я не один. Итак, друзья, подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали, ставьте лайк. Ну и, конечно же, я направлю вас на наш сайт. Мы не только канал ведем, еще есть четкая, конкретная организация, которая помогает в законном, подчеркнув формате, людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. Как мы работаем, что мы для вас сделаем, легко можете узнать, пройдя по ссылочке в описании ролика на наш сайт, и найдя там видеоинструкцию, как устроена работа кредитных юристов компании «Аля». Для вашего удобства в правом верхнем углу коллекабельная подсказка. Итак, в правом верхнем углу трансляции сейчас выйдет коллекабельная подсказка. Вот она. Также я предлагаю тем, кто хочет со мной поближе познакомиться, кто этого еще не сделал, посмотреть мои обращения на этом же канале. На канале YouTube есть целый плейлист, в котором я отвечаю на вопросы людей, которые, собственно говоря, задают мне вот эти самые вопросы разными способами. Пожалуйста, посмотрите этот плейлист, тоже интересная, наверняка получите множество ответов на свои собственные вопросы, которые у вас есть. И опять же, в правом верхнем углу видеотрансляции выходит коллекабельная подсказка. Вот она. Что еще хотелось сказать? У нас есть в ВКонтакте группа. Тоже предлагаю вступить в эту группу. В описании ролика есть ссылка. Будьте любезны, пожалуйста, посмотрите. Вступайте в группу. Там все наши ролики дублируются. Если вам удобнее через ВКонтакт смотреть, то, пожалуйста, через ВКонтакт смотрите. Следите за нашей деятельностью. Там, помимо всего остального, очень много полезной информации именно на тему кредитов. Напомню, мы работаем по всей России, готовы оказать помощь любым людям, проживающим в любых регионах Российской Федерации. Как это сделано? Каким образом мы так можем делать? Почему у нас сотни клиентов довольных? Это, пожалуйста, еще раз перенаправлю вас на видео на нашем сайте. Посмотрите, пожалуйста, видео на сайте. Кликабельная ссылка для вашего удобства еще раз выходит в правом верхнем углу трансляции. Вот она. Не бойтесь их. Начинайте задумываться. Посмотрите наш канал. Хотя бы с десяток роликов вам станет намного легче. Вы поймете, что в таком формате, в развлекательном, поучительном, вы действительно получаете ту самую незаменимую, очень полезную информацию, которая поможет вам жить, существовать, но не выживать. Жить в свое удовольствие. Для себя, для своей семьи, для своих детей, для своего будущего. И это законное ваше право. Не слушайте никого. Хотите убедиться, посмотрите, подписывайтесь на канал, смотрите ролики, смотрите видео на нашем сайте. Смотрите мои обращения, и все вам станет ясно. Те, кто хочет стать под юридическую защиту, хочу обратить ваше внимание, что на нашем уже сайте, на сайте, в правом верхнем углу есть номер телефона. Вот эти цифры забейте себе. Контакт именно с этого номера телефона вам будут звонить после того, как вы оставите заявку в форме на сайте. Мы звоним в рабочее время. Пожалуйста, не торопитесь, мы не холодильники продаем. Через 2-3 минуты вам не перезвонят, существует некая очередь. Звонит у нас не колл-центр, а действующие юристы, потому что для колл-центра это задача, для простого колл-центра это задача, скажем так, маловыполнимая. Здесь нужно понимать и знать. Поэтому спокойненько оставьте заявку, укажите корректно свои данные и ждите звонка нашего специалиста. Ну а я желаю вам счастья, всего самого хорошего, доброго и самое главное, финансового вам здоровья. С вами был Кузнецов Дмитрий, всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok